Разберем с вами еще один вид резинки, ложную резинку. Я ее еще называю ленивая резинка. На самом деле это совсем не резинка, это имитация. Но она используется в основном для подгибов. Чтобы набрать эту резинку, если мы начинаем с этой ложной резинки, можно убрать лишние иглы в заднее нерабочее положение и просто обвитием набираем нужное количество петель. Еще такой нюанс. Если мы будем набирать наши петли, подправляя иголочку под платины, заправляя нитку под платины, тогда у нас будет очень рыхлый край. Если мы будем набирать обвитием просто по иголкам, видите, нитка идет на иголках, не заходя под платины. У нас будет более плотный край, смотря что нужно. Набрали нужное количество петель, проверили язычки и вяжем. Кстати, для такой резинки плотность надо выбирать немножко поплотнее, чем основное вязание. Если я вяжу в основном на шестой плотности вот этой нитью, то сейчас я возьму пятую, если не четвертую. Надо посмотреть. Иначе будет очень рыхло и некрасиво. Вот таким вот образом мы будем вязать нужное количество рядов. Видите, достаточно рыхло. Даже можно не пятую, а четвертую сейчас подправляем. Естественно, перед вязанием изделия делается образец, на котором вы отрабатываете плотность. Еще такой нюанс. Вот даже два через один выглядит очень рыхло и жидко. Ложную резинку лучше делать не так часто. Один на один вообще недопустимо. Это будет просто кружево какое-то, а не вязание. Поэтому лучше делать, если есть плотная вязка, то два через один, а так даже три через один. Три к одному, четыре к одному. Там как посмотрите. В основном такие резинки применяются именно для подгибов. В носках, планках. Но есть еще вариант использования. Если мы... Вот я просто провязала немножко. Но это касается тех вариантов, когда мы начинаем вязать сложные резинки. Если мы провязали немножко и должны продолжать вязание обычным образом, просто ставим в работу все иголки и вяжем наше изделие. Если же мне нужно сделать ложную резинку в середине полотна, я вязала, вязала, вязала какое-то изделие, просто ставлю... Нужно мне порядки эти иглы. Выделяю их, чтобы не запутаться. И перевешиваю петли на соседние иголки. Смотрите, перевешиваете в одном направлении. Видите, я все пересаживаю на левый угол. Это может быть и не очень будет заметно, но при ближайшем рассмотрении этот разнобой право-лево может быть заметен. Но это ни к чему. Делайте всегда все в одном направлении. Заправляем подплатинки. Наши петли, которые мы сняли, иглы остаются в заднем нерабочем положении. Здесь у меня пропущенные иголки, на которых и будет вывязываться, собственно, моя ложная резинка. И дальше вяжем эту резинку. Вот я связала, сейчас еще пару рядочков, связала я эту резинку. А предположим, мне нужна резинка, вот здесь вот как раз я вывязываю, например, на талии, вот видите, тоже вариант. Я вам показывала, как вязать настоящую резинку с веревочкой, с ниткой. Сейчас я покажу, как сделать сложной резинкой. Если мне нужно очень сузить полотно, нужно сделать очень плотную резинку. Я связала ложную. И я просто подниму это полотно. Возьмите протяжку, даже не из того места, где вы убрали иголки, а раньше, из предыдущей. Вот и хорошо видно, чтобы не было большой дырочки. Дырочка будет, она будет маленькая. Если возьмете со следующей протяжки, провяжете, будет уже достаточно ощутимая. Дырочка. Мы берем предыдущую протяжку и проднимаем их. Получается у меня очень плотная дорожка, потому что протяжки коротенькие, они не дают возможности делать большую петлю и стягивают все вязание. У меня получается очень плотная резинка. Это тоже вариант для тех же носков, если нужно стянуть вязание. Получаются очень маленькие петельки, с ними надо осторожно, но видите, резинка очень плотная. Вот такое использование ложной резинки может быть. Она превращается в настоящую резинку. Вот чтобы сделать подгибку, например, для носков, носки мы вяжем, вот сделали себе ложную резинку и вот эти вот протяжки иголкой нашей одеваем просто на стоящие иголки впереди. Все, протяжки одеваем. Можно, конечно, выдвинуть и с заднего положения иголки и надеть на них протяжки, а можно этого и не делать, ничего страшного. Вот мы одели... Протяжки хорошо видны. Вот они все. Петельки наши. Просто одеваем до конца, ставим в рабочее положение все иглы и вяжем дальше наше изделие. Это все очень быстро делается. Боковые, не забыть. Так, это лишнее. Сюда. Все. Ставим в рабочее положение все наши иглы, заправляем их под платинки вязания. И вяжем дальше наше изделие. Подгибка сделана. Очень просто. Видите, она получается такими ажурчиками. Если мы не хотим вот эти дырочки, значит мы одеваем, выдвигаем иголки заранее и одеваем протяжки на них тоже. Тогда ажуров не будет. Вот наша ложная резинка для носка готова. Подгибка. 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 Подгибка.